Определение расстояния в космосе является неотъемлемой частью развития астрономии. Для астрономов вопрос точности измерения стоит в первых рядах. Например, человечество узнало, что несколько миллиардов лет назад Вселенная расширялась гораздо медленнее, чем сейчас, тем самым выяснив, что воздействие темной энергии постепенно возрастает. Тем более важно знать свое место во Вселенной. Ради совершенствования способов ученые со всего света слетаются каждые три года. В последний раз астрономы встретились на 30-й конференции Международного астрономического союза, которая прошла в августе 2018 года в Вене. Метод локации эффективен для измерения расстояния до объектов, расположенных в пределах Солнечной системы. Суть в следующем. Лазер излучает свет в сторону космического объекта. На этом объекте, к примеру, Луна, установлены специальные уголковые отражатели, благодаря которым падающий луч света отражается точно в сторону источника излучения. Зная скорость света, а также время полета, простой формулой определяется расстояние. Благодаря этому способу, человечество узнало удаленность Земли от Луны с погрешностью до 0,1 см. Уголковые отражатели на Луне были доставлены как советскими луноходами, так и американскими астронавтами миссии «Аполлон». Впоследствии ученые определили, что каждый год Луна отдаляется от Земли на 3-4 см именно с помощью метода лазерной локации. Стоит учесть, излучение не обязательно должно быть в световом диапазоне. Теоретически, этим способом можно точно измерить расстояние между Землей и Плутоном. Свету потребуется всего лишь 11 часов, чтобы долететь до карликовой планеты и вернуться назад. Конечно, вряд ли там когда-нибудь установят отражатели. Да и ни к чему они, так как для этого существуют космические аппараты, которые, пролетая мимо планет, отправляют информацию снимков со скоростью света в родную гавань. К примеру, в июле 2015 года космический аппарат «Новые горизонты» во время пролета максимально сблизился с Плутоном, на расстоянии в 12500 км, отправив впечатляющие снимки Плутона Земле. Как сказано ранее, у этого метода есть предел. Если ближайшая звезда к Солнечной системе Проксима Центавра удалена на расстояние в 4,22 светового года, то самому быстрому аппарату Voyager 1, скорость которого составляет 17 км в секунду, понадобится 75 тысяч лет. Да и чем дальше объект, тем сложнее идентифицировать то самое отраженное излучение. Поэтому метод лазерной локации подходит только для Солнечной системы. Значит, пора перейти ко второму. Этот метод дает обширные возможности для определения расстояния до звезд. Сначала разберемся со словом Параллакс. Параллакс – смещение близкого объекта относительно удаленного при наблюдении с разного местоположения. Чем больше смещение, тем ближе объект. С явлением Параллакс мы встречаемся ежедневно и в обычной жизни. Например, когда мы смотрим в окно при передвижении в поезде, то видим, что более близкие деревья или кустарники смещаются гораздо быстрее по сравнению с дальними. Так как звезды находятся слишком далеко, то эффект Параллакса на Земле не заметен. Но здесь на помощь приходит естественное движение планеты вокруг Солнца. Тут уже можно наблюдать необходимую звезду в пределах 300 миллионов километров. Сам годичный Параллакс представляет собой угол, вершиной которого является звезда. Угол образован между двумя сторонами. Чем меньше угол, тем дальше объект. Первая сторона – расстояние между необходимой звездой и Солнцем. Вторая – расстояние между той же звездой и Землей. Получается треугольник, у которого третья сторона – ничто иное, как радиус земной орбиты, равный одной астрономической единице. По сути, для определения угла до нужной звезды достаточно наблюдать в течение года, так как Земля совершает полный оборот за это время. Отсюда и пошло название годичного Параллакса. Другой причиной круглогодичного непрерывного наблюдения является корректировка движения удаленных звезд и самого Солнца вокруг центра Млечного Пути, так как все движется во Вселенной. Для определения угла обычно используют прямоугольный треугольник. Причем прямой угол может быть как у Земли, так и у Солнца. В основном это зависит от расположения наблюдаемой звезды относительно Солнечной системы. Если звезда ближе к эклиптике, то прямой угол берется у Земли. Если ближе к перпендикуляру Солнечной системы, то у Солнца. Все же треугольник не обязательно должен быть прямоугольным. В случае с обычным треугольником, расстояние от Земли до звезды определяется теоремой синусов, где стороны любого треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. В общем, метод годичного параллакса – обычная тригонометрия. Но и здесь есть ограничения. Дело в том, что даже Проксима Центавра находится на расстоянии, годичный параллакс которого равен 0,75 угловой секунды. Немного об угловой секунде. Представим один угловой градус. Этот градус состоит из 60 угловых минут, а минута – из 60 угловых секунд. То есть одна угловая секунда – это все равно, что смотреть на человеческий волос с расстояния в 20 метров, толщина которого равна 0,1 миллиметра. Мы не способны видеть объекты при таком разрешении. Астрономы даже придумали термин, состоящий из двух слов. Параллакс плюс секунда равно парсек, который обозначает расстояние до объекта, годичный параллакс которого равен одной угловой секунде. Даже ближайшие звезды расположены дальше одного парсека, не говоря уже об отдаленных. В конце 2013 года Европейское космическое агентство запустило космический аппарат Гайя, который движется по орбите вокруг Солнца в полутора миллионов километров от Земли. Точность аппарата составляет 25 микросекунд дуги. Это все равно, что разглядеть с Земли двухрублевую монету на Луне. В общем, аппарат Гайя способен определять расстояние практически до любых звезд нашего Млечного Пути. Но здесь наступает предел. Расстояние до других галактик измеряется следующим способом. Между яркостью и расстоянием есть определенная зависимость. К примеру, возьмем обычную свечу. Если первый объект находится в два раза дальше второго от источника освещения, то светового потока будет для первого объекта в четыре раза меньше. То есть зависимость между яркостью и расстоянием обратно квадратичная. Для удобства измерения выбирают звезды цифеиды. Их еще называют звездными маяками. Цифеиды – переменные звезды, в которых происходит изменение светимости строго с определенным периодом. Период обычно составляет от 1 до 50 суток. Светимость меняется из-за изменения размера цифеиды. В 80-е годы прошлого столетия в Гарвардской обсерватории состоялось прорывное открытие. Была установлена зависимость между периодом изменения яркости и абсолютной звездной величиной. Сначала об абсолютной звездной величине. Астрономами принято, что абсолютная яркость соответствует видимой звездной величине на расстоянии в 10 парсек или 32,6 светового года. Величину на таком расстоянии измеряли годичным параллаксом различных ближайших звезд. То есть предыдущий метод также является калибровочным, благодаря которому определили абсолютную звездную величину. К примеру, у Солнца абсолютная звездная величина – плюс 4,8, у Веги – плюс 5,10 и так далее. Все, что выше – плюс 6, недоступно человеческому глазу с расстояния в 10 парсек. Зная период пульсации цифеиды, определяется абсолютная звездная величина, с помощью которой, в сравнении с видимой звездной величиной, измеряется расстояние. С помощью цифеид человечество узнало удаленность миллионов галактик. Но чтобы измерить расстояние до галактик, расположенных в миллиардах световых годах, астрономы полагаются на более яркий метод. Чем дальше объект, тем сложнее обнаружить его светимость. Но Вселенная часто помогает вспышками сверхновых звезд, которые рождаются в среднем один раз в 100 лет в галактике. В настоящее время считается, что в наблюдаемой Вселенной около 2 триллионов галактик. Значит, теоретически, каждую секунду вспыхивают 634 сверхновые звезды. Когда взрывается сверхновая, она выделяет энергию, сопоставимую с энергией 10-миллиардного жизненного цикла Солнца. То есть, Солнце прожило полжизни. За 5 миллиардов лет выделило в космическое пространство энергию, аналогичную половине энергии вспышки сверхновой. Вспышки сверхновых – это подарок Вселенной для измерения расстояний. В заключении стоит отметить, что чем дальше объект, тем труднее точно измерить расстояние. Дело в том, что расчеты не идеальны, так как для этого нужен стопроцентный вакуум в космическом пространстве, которого нигде нет, а Вселенная должна оставаться неподвижной. Также излучение удаленного объекта рассеивается не только космической пылью, но и темной материи, которую ученым пока что обнаружить не удалось, хоть и доказано, что она существует. Еще отклонения в расчетах вызывают массивные объекты, которые, согласно общей теории относительности Эйнштейна, искривляют траекторию излучения. Однако ученые не останавливаются на достигнутом, продолжают встречаться и изобретать более совершенные методы и приборы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Дальше будет интересней. Субтитры подогнал «Симон»